Привет, зрители! У меня тут очередной обзор чая от Aroma Team и не только. Что-то есть с Азона, что-то есть с Вайбериса. Короче, я вчера забрала чай. Хо-шань-хуан-я, дорогой до того самого места. Короче, это жёлтые почки с гор Хо-шань. Я сто лет не пила жёлтый чай. Я вообще его не могла найти и не видела. Оказывается, его можно найти на Азоне и на Вайберис, но это надо постараться. Короче, Simply Good Tea от Aroma Coffee Tea. Они снова положили это всё в огромную коробень. У них, видимо, проблема с нормальными коробками, либо они просто так не любят окружающую среду, что готовы её закидать этими коробками. В общем, тут у меня снова стикер. Присобачу его на другой ноутбук. Оказывается, 15-процентная скидка действует по этому промокоду, который можно отсканировать. И окажетесь на их сайте только на их сайте. Это 15-процентная скидка. И цены там как-то очень странно отличаются. Вот чай, который я покупала за 280 рублей, тот предыдущий, 100 грамм белый чай, он на сайте стоил что-то около 800 рублей. Плюс ещё платная доставка. На Озон как-то доставка бесплатная. Я не понимаю, в чём прикол. Короче, ну, в общем, как-то вот этот вот стикер. Он мне обошёлся в 393 рубля. У меня были какие-то бандлы. Озон за отзыв. Предыдущего чая. 70 баллов. Правда, снились не все баллы. У меня были 100 баллов от предавца. Он так 500 с чем-то стоил. 525, 500. Хрен знает сколько-то так. Тут 100 грамм. Всё круто. Я его ещё не открывала. По виду он такой вполне себе жёлтый чай. Я потом заварю так же, как и белый чай. Сделаю такой дегустации. Приглашу тебя, зритель, повтыкать в монитор. Посмотреть, как я чай пью. Но я так и не нашла, где тут срок годности и когда он рождён. Потом отзыв напишу. Может мне этот представитель ароматикофеозоновский скажет, где тут дата жизни. В общем, они забыли эту дату жизни куда-нибудь присобачить. Приклеить, пристамповать, нарисовать. Но зато не забыли положить стикер. А ещё не забыли положить пробничек. Тегуанин, Китай. Крупно-листовой, полуферментированный бирюзовый чай. Который считается одним из самых благородных среди улун. Выращиваться в уезде Анси, китайской провинции, Пуцзянь. Ещё с 7 века. Вот. Выглядит он как улун уважения от Конфуция. Я так подозреваю, это такой, ну, третий сортный гуанин. Если вообще неизвестно, какого сорта. Ну, при заварке, может быть, я ошибаюсь. И он будет суперкрутым. Как вот мне товарищ Влад, такой уже допотопный подписчик. Мне кажется, он давно уж не смотрит. Там какой-то личный бадхат случился. Относительно меня. И, по его мнению, ну, в общем, не суть важна. Короче говоря, и он мне присылал в своё время из Китая. В Китае им купленный, вручную купленный китайский гуанин. И там было несколько сортов. Суперкрутой, среднекрутой. И так, средний. И совсем паршивенький. Для сравнения. И вот посмотрим, какой из них. По сорту, по вкусу. Вот этот вот. В общем, тут два чая у нас. А ещё у меня чай. Знаете, вот это хороший, крутой, такой японский чай. Чистая из Японии. Знаете, такой вот. Бывают такие пакетированные чаи. Мелко порубленные. Только в пакетиках. А тут всё то же самое. 50 грамм в пакетике россыпью. Тут и матча. И мелколистовой. То бишь порубленный где-то 2 мм на 2 мм квадратики такие. Зелёный чай. Но написано. Чай порошковый, зелёный сенча. Когда я на Вайберес это покупала. Это магазин 100 йеншоп. Он есть на Азон и есть на Вайберес. Не советую. Что-то у них реально крутое. Вот этот йокан у них 300 лет лежал. Они в Питере, видать, это. До Питера довозят. И с Питера потом рассылают. Йокан у них реально был йокан. А вот тут я, когда заказывала на Вайберес за 320 рублей. Он 50 грамм. Думаю, ну ладно, наконец-то. Вот у них вот закажу эту японскую матю. Чисто сравнить, чтобы понять. Если она реально матя нормального качества. Цвета того, как надо. Изумрудного, то буду её покупать. Хрен с ним, что супердорогая. Но мне пришло. Когда я заказала, оно там было в обработке пару суток. А потом вдруг отправилась. И в общем, в момент, когда оно вдруг отправилось. Оно у меня ещё в закладках висело. Почему-то вместо названия мати и картинки стояла вот эта вот картинка и название «Зелёный чай сэнтя порошок». Ну, думаю, мало ли чё. Может, у них там что-то обновилось. Фиг знает. А потом оказалось, когда я им написала отзыв, мой отзыв не пропускали. Я ещё про это на стриме, кажется, говорила на крайнем. Я написала просто краткий отзыв уже потом. Ну, типа, с каких пор мелколистовой чай стал порошком. Мне ответили, ну, мы просто на это. Это всё клеит японец-импортер. Я представляю, какая ситуация в мире. Примерно, очень сильно, очень слабо представляю. Но я знаю, что с Японии из-за ковида уже два года как не идёт почта, ну, вот такая авиа, плавающая, ещё какая-нибудь. Ну, не идёт почта, короче, из Японии в Россию из-за ковида. Поэтому кое-кто не смог мне в своё время, видимо, ну, как бы там можно как-то постараться, но, в общем, геморно. Послать чаёчек. Я вот японский чаёчек уже сто лет не пила. С 19-го года, наверное, вообще. Ну, может, с 20-го. Фиг знает, когда она там с опозданием как-то шла. С 20-го. С начала 20-го года. Так вот, я подозреваю тут, ну, как бы, срок годности 36 месяцев. Вот, вот. Я так и думала, что это куплено ещё в 19-м году до конкретного ввода ковида, потому что срок у него до и этого 6-го декабря 23-го года. Минус 3 года. 21-й. Даже так. 21-й, 2-й, 23-й. В 20-м году, короче, он был куплен, когда ещё непонятные люди всякой ахинеи не страдали, от которой теперь страдают другие люди. Короче говоря, в том числе и блогеры на YouTube. В том числе и. В общем, тут срок годности 36 месяцев. 50 грамм. Всё хорошо. Если бы я хотела купить именно вот такой чай, помесь моти с мелкорубленным зелёным чаем, то круто. Вау, это там заварил в чайник, всё такое. В чашке оно неудобно, там садок, соответственно, остаётся. Это вот такое всё мелкое. Это как-то через мелкое сито всё надо выпивать. Оно вкусное. Это просто тупо мелкорубленное сэнчо. Сэнчо. А если я вообще-то заказывала себе мотю, а пришло вот это, то это, знаете, это вообще какой-то нонсенс, это неважение клиента. Это ощущение, что человек хочет втюхать то, что у него залежалось, и он это пытается продать за огромные деньги, но того явно не стоит. И говорить, что это японец клеит, а мы тут ни при чём, мы типа вообще не знаем, что мы такое продаём, это как-то я не знаю. Ну, в ритю хоть поменьше как-то. Ну, короче, вполне себе хороший зелёный чай. Ну, не сеньте. Я пришла к выводу, что в России не судьба купить мотю. Я даже попросила своего приятеля, я говорю, если ты вдруг ко мне однажды неровно задышишь, ну, мало ли такое, вдруг влюбится, да, так вот внезапно. Вау, Лёля, ты такая секси. Пришли мне нормального чая, ё-ба-ё. Вот не судьба мне купить. Дэс. Мотю. В России. Но зато вполне судьба купить неплохой зелёный чай. Производство Китая, распасовка Россия. Арома, чей, кофе. Вот такой чайный обзор. Ты можешь меня попинать, зритель. Я, может, даже на каком-нибудь стриме его заварю. А может, сильно попинать, и я сделаю так красиво, как обычно делаю. Или на свечке это всё долго-долго. Как вот вчера мубанк записала, он у меня на целый час вышел, глютится сейчас на канал. Или просто заварю так, ну, без свечки, побыстрее будет. В стеклянный чайничек или даже в чашечку стеклянную. И так это залью копеточком нужной температуры. Ты узнаешь, как оно настаивается. Я дерябно скажу, вау, такой вкус. Сто лет мне пила жёлтый чай. Ну и это. Ты вдохновишься, и вдруг тоже что-нибудь купишь. Всем спасибо за просмотр. Пока!